Хочется спеть песню, которую я очень-очень редко исполняю. В хорошем смысле по миноре. Можно не испытывать себя, если тебя рядом нет. Ну, Юра, если приехал, там будет хохмирь. Подарю тебе другое, называется олое. Лечит сопли и не вянет, и по-моему потянет. Великий клоун, но это так на себя, извините. Вспоминай этот теплый день. Начал я писать, когда учился в школе. Какое было у меня детство и какая юность это вообще. Ты любила красный, банк тебе дарил. А так немножко по волне моей памяти. Да какие там плюсы-минусы, пели все в живяк. Если кто лажал из нас, барабан бил в такт. Он говорит, я же по натуре это своя музыкант. Бизнес это все, а вы счастливые люди. Мой Ленинград, мой город снов. С тобой беседовать готов. Я без тебя дышать и жить я не могу. У нас сегодня гость. Те из вас, кто не дошел до нашего мероприятия, смотрите, наслаждайтесь, досмотрите до конца это видео. Этого человека 100% каждый из вас знает. Ну 100% каждый из вас знает. И 1000% вы ничего не знаете об этом человеке, как об артисте. Вот о таком артисте, которого мы сюда пригласили. Итак, Юрий Николаевич Гальцев и вокально-инструментальный ансамбль «Самородки». Москва, как много об этом звук, нет, не об этом. Короче говоря, самородки, да. Кто же сейчас смотрит на вас и сидит напротив вас, на стульчик, так же как и вы, это актеры-музыканты театра эстрады, имя Ркачарайкина. И это не просто музыканты, это еще и актеры. Ну вот так же, как я, как Дима, как Илюша и как Саша. Мы все разные, тем не менее, назвали себя такой, знаете, помимо театра, где я руковожу уже 15 лет, я как художественный руководитель. У вас Гена, да, Сережа, Геннадий Викторович Хазанов же, да? Есть ли, знаете, не выступал он еще здесь? Ну, мало ли что, вдруг. Вот, в Питере я, вот так получилось. В Екатеринбурге у нас Саша Новиков, если вы его знаете, который поет песню, как «Я девочке в фонтане искупаю». Ну и у него еще много, в общем, вещей. В Якутске появился эта эстрада. И вот так, в принципе, вот на этом первое деление и закончилось. Так что, если какие-то будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Мне очень приятно, вы знаете, вот я вот сейчас вот рассказал ребятам, которые вот меня сейчас снимали. У меня есть фотография, я говорю, смотрите, вот, а, вот футболочки у ребят, знаете, вот такие вот интересные, вот у нас у всех. Это сделал мой художник. И я вдруг вспомнил, очень-очень давно, к нам в Питер приехал Джукокер. Я, он выступал в БКЗ, в зале было 3700. Ну, кто был в БКЗ, понимает, о чем я говорю, тоже все были. А в зале было где-то ползала, ну, может быть, 1700, я уже не знаю. Он выступил, мне так как-то было неловко, что такой мастер, такой музыкант такого уровня мирового. И как-то в зале так было мало народа, как-то я так немножко даже замежевался. Мне было стыдно за Питер чуть-чуть, но тем не менее, ну, было-было, тем не менее собрались. Мне так захотелось с ним сфотографироваться. И я уже пришел, меня там знали за кулисы, я пришел, говорю, можно сфотографироваться за Джукокером? Он говорит, да нет, он никого не допускает к себе вообще. Ринго Стар выступал из Битлз вот буквально полгода, он там вообще 4 охрана, кольца и никого не... Я говорю, ну, вы скажите, что с ним хочешь сфотографироваться клоун, великий клоун. Ну, я так на себя, извините. Я тогда работал в театре, я говорю, великий-великий клоун, которого все знают. Ну, что, даже нужно было говорить. И он так оцепенел, но уже через переводчик, клоун со мной, м-м-м, так это большая честь для меня. И вот он сделал одну фотографию Джукокера и я. Я к чему? Ну, просто мало ли чем. Вот на следующий раз, да, на следующий раз, может быть, на следующий раз в футболке будем делать, знаете, Джукокер и я, или вот, потому что здесь-то непонятные ребята. Ну, ладно, начал я писать вещи, потому что так получилось еще очень-очень давно, когда учился в школе, и вот один из лучших, да вообще мои музыканты, и мои актеры, вот Дима Борисов, я думаю, что безладовая бас-гитара, ну, музыканты все знают, Сережа, да? Видишь, безладовая, это как типа скрипка, да? То есть он абсолютный слух, то есть его нет как бы слуха. Нет, он говорит, нет, абсолютно слуха. Вот Дима Борисов на такой бас-гитаре. Эту песню, мне почему-то не знаю, хочется ее как-то начать с этого выступления, потому что можно и это спеть, и то, и то, потому что кроме песни ух ты, мы вышли из бухты, где бы ты не выступал от Калининграда Владивостока, и как бы все, ну, я спою, я говорю, да ешкин кот. Ну, ладно, спою. Эту песню я написал, наверное, лет мне 14 было, а может, и не знаю. Ну, и так давно это было, класс 7 или 8, называется «Хрусталинки дождя». Просто импровизация. Дима и я, и мы, «Хрусталинки дождя». Да я не знаю, ну попробуй, я не знаю. Слова, если вспомню. Ну, представляете, все в голове было у парня, которому 14 лет. Представляете? Я еще не пою, мне уже как-то странно. Крусталинки дождя, а ветку бьются Бесвязной нитью сказки за окном Мои мечты из детства вдруг вернутся А я вернусь оттуда лишь потом А я вернусь оттуда лишь потом Крустальный дождь идет Идет, стучится в двери Откройте сердце солнцу и дождю Я дождику брустальному поверю И в нем разгадку радостей найду И в нем разгадку радостей найду Я дождику подставлю Две ладони Увижу в них две капли хрусталёв Из капель тех хрустальный дом построим В нём будет жить хрустальный дождь и я 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 Вырвали такой вечерочкой со мной по левую руку Один из прекраснейших актёров и гитаристов Саша Алексин Спасибо! Не во что Я так назвал, знаете, по-моему, первый класс Почему сегодня Юра просыпался десять раз Ну, что-нибудь сыграет Да Почему сегодня Юра просыпался десять раз Потому что он сегодня поступает в первый класс А он теперь не просто мальчик, а теперь он новичок У него на новой кутке отлаково рыкничок Он проснулся рано утром, было только три часа Он ужасно испугался, что урок уж начался Урок 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 уж начался Он проснулся рано утром, было только три часа А он ужасно испугался, что урок уж начался За стеной соседи встали, и кричится За стеной соседи встали, а потом отходили Разбудил он всю квартиру до утра застать и вок Даже бабушке приснилось, что твердит она урок Урок Это в первом классе стихи, представляй Урок Твердит она урок Урок. Кредит, а на урок. Еще один куплю. Кредит, а на урок. Если кто понимает и знает, это не аккордеон, а не баян. Это ударный инструмент, и этот инструмент придумал его мастер Кравцов. Это баян Кравцова. Это не аккордеон, а не баян. И вот это его преподаватель Илюшкин. И вот Илюшка на этом инструменте играет. Он музыкальный руководитель нашего театра Илья Зубов. Ты прекрасней всех людей, И хотел я орхидей. Подари тебе сегодня, Но боюсь очередей. Подари тебе другое, Называется олое. Лечит сопли и не вянет, И по-моему потянет. А ну-то нюхать, нюхай. Вот алое нюхай, ну-то нюхать, нюхай. Вот алое нюхай. А ну-то нюхать, нюхай. Вот алое нюхай, ну-то нюхать, нюхай. Вот алое. Извини что задержался, я покупку обмывал Долго с теткой торговался, но тебе гвоздичку взял Извини слегка был, но одна хозяйка Нам старьё ведь ни к чему, с днём рождения, зайка Из Голландии тюльпаны не приносят радости От цветов из гей Европы нам одни лишь гадости Я испытанный любовник, крепкий танка-большевик Подарю тебе сегодня жгучий, стойчий борщевик Вот если выпить, не спеть эту песню Я серьезно говорю, если так принять, 50-67, эту песню Не спеть, да, Илья Зубов, не во что Ну вот, вот я и беру свою старушку Когда начал играть, не знаю, очень-очень давно, но не в этом дело Сегодня хочется спеть песню, которую я очень-очень редко исполняю Но только вот Сережа знает, там, самородки, там, вот эту вот, да? Даже не знаю, с чего начать Но может с осени, сегодня же, завтра же последний день, да? И потом зима, но может с осени Чу-чу-чу-чей-чу-дю-чу-дю-чу-дю-чу-чу-дю Осень Осень Ты найди любовь мою, я же знаю, ты все можешь осень Лист осенний стучит в окно, ты уснула давно, но не могу уснуть без нее осень Вспоминай тот теплый день, подошла ко мне словно тень И спросила меня, какое время года ты больше всего на свете, парень, любишь Не нашел, что тебе сказать, просто стало вдруг холодать И я понял, что ты нашла меня осень Осень, а может быть, может мне ее забыть, как считаешь ты, моя осень А ты знаешь, осень между нами, я так решил, я по большому счету не хорошо с ней поступил Может, сам ее пойду искать, ты чего молчишь-то, осень Вспоминай тот И теплый день, подошла ко мне словно тень И спросила меня, какое время года ты больше всего на свете, парень, любишь Не нашел, что тебе сказать, просто стало вдруг холодать И я понял, что ты, и я понял, что ты, и я понял, что ты нашла меня Осень Моя осень Моя осень Наша осень Ее осень Желтый свет к разлуке, белый холодит Синий свет Синий свет глубокий Твое сердце спит Ты меня не греешь Меня не забьешь Что ж мое сердечко Ты не разожжешь Ты любила красный банк тебе дарил Значит, понапрасну за тобой ходил Стою у калитки Васильки крутя Я, видно, разлюбила Ты давно меня Хорошо или плохо Люди говорят Коль тебя не любят Тебя не хотят Завтра встану рано К речке я схожу Видно, а другое уж Я подумаю Я подумаю, я подумаю Я, я, я Подумаю Я Подумаю Желтый свет, белый, синий, оранжевый, салатовый, Цвет морской волны, голубой, кто я? Ну, можете что-нибудь задавать, какие-то вопросы. Знаете, могу просто еще поиграть. Скажите, пожалуйста. А вот этого не надо, спрашиваю. Как вам погода в Москве, Юрий Николаевич? Хорошая, такая же, как и в Питере. Навалило, я не знаю как, у нас вообще просто такой обвал. Но у нас-то все стоит, здесь в Москве убирает, у нас стоит немножко. Я вот переживаю, вы успели запатентовать новый музыкальный инструмент? Газетка? Листок рок? Да нет, я к этому спокойно отношусь. Отпрасно, это прекрасный музыкальный инструмент. Серьезно? Конечно. Спасибо. Недорогой. Да, пришел и сделал, да. Ну, давайте друг сыграть. Да. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. И... Друг мой, старый мой друг. Старый мой друг, ты где? Стал ты мне сниться во сне, снишься во сне ты мне. Снегом поля замело, там, где мы бежали с тобой. Там, где дружба, любовь к нам прикоснулась с тобой. Нет, нет. Солнце и свет ярко сцепил нам глаза. И нас счастливее нет, как нам казалось тогда. Клятву мы дали тогда и были верны ей всегда. Пусть гром, огонь и вода не разлучит никогда. Так и по жизни мы шли, радуясь каждому дню. Но друг однажды сказал, твою я девчонку люблю. Нет, нет. Солнце и свет ярко сцепил нам глаза. И нас счастливее нет, как нам казалось тогда. Солнце и свет ярко сцепил нам глаза. Ветер кепку сорвал и в небо унес далеко. Другу я прямо сказал, пусть она скажет кто. Трое теней у реки, мокрые от слез глаза. Друга обнял я рукой, желаю вам счастья тогда. Нет, нет. Солнце и свет ярко сцепил нам глаза. И нас счастливее нет, как нам казалось тогда. Как нам казалось тогда. Как нам казалось тогда. как нам казалось тогда обычно знаете вот такой ну приезжаешь куда и все говорят ну как вы знаете все время но юра если приехал там будет хохмить что-то рассказывает анекдоты какие-то истории сегодня у меня не знаю может быть это конец осени сегодня хочется такой знаете немножко лирику немножко только я понимаю что это ваши знакомые друзья близкие глаза не хочет хоть и карасу ведь хочется немножко знаете в хорошем смысле поминой потому что знаете есть такая фишка на когда хорошее настроение и она полностью рюзи когда хорошее настроение вообще все кайфу почему-то пишутся лирические песни когда что-то вот идет какой-то зажим прижим на джим допуске посадки что-то начинается сразу такую что-то а вот когда все хорошо почему-то вот такое происходит жизнь это вы знаете не будем называть по имени и по фамилии она известная актриса москвичка вот короче говоря она вна букву но зачем тебе ну зачем как вдруг я догадаюсь когда кирилл кирилл да она кирилл она кирилл ночью на кириллице да и короче говоря просто случай редко это рассказываю почему она приезжает и у нее такая фишка была бы последняя песня и кто-то открывала значит ящик вверху за веревочку дергал и вылетали бабочки на полном серьезе вылетает живые бабочки как они подготовила осень и весна я уже не помню это было очень давно больше десяти лет на она может больше и вылетали бабочки и взяли прислание вам приезжает там кемеровле приезжает там в набережные челны и бабочки в концовка песнь все это освещалось и живые бабочки в зале живые память ну шок ну ну как было час бы ну ну кому бы сейчас удивились сюда бы если кто пришел скорпион но зачем помогать пол макарни получается она когда выезжала в тур она сначала гусеницы выбрала я не знаю как там уже видать синдикат такой работал не наполнить и значит и ну и одна бабочка видать она значит засмурела там или это может быть им пригрелась там не надо осталось там где там верху в закулисе там где-то и самая такая хорошая плотная может это она или он она там осталось и приезжают три овоща я гаррика юрик 3 клоуна где мы показываем концерты я вот так я же не могу у нас такие были я на руках держал у одного значит баянчик а у другого гитары к такая мы у нас номерочек такой был вдруг эта бабочка так слетает одна и взяли так опускается гарик он лысый и она так раз у него так и так крылышками там тон невозможно мы так знаете смотрим и взяли такой затишь ну как так ну ладно клоуном что бабочку приучить и так она играла знать они потом спрашивали по концерта после концерта это надо было снимать это же сам себе режиссер где это же заняли бы в первое не на бабочка потом она сюда села как бабочка действительно у меня здесь потом по по баянчику она пошла по этим по мехам так чунь 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 признать она как завораженной было как будто и и все и мы закончили этот номер и в зале такая тишина и овация но я не знаю после как ну после балета щелкунчик минимум и все бабочку еще бабочку я думаю как надо мало понимаете ничего по потому что народ скучается скучился на эти вот все вот это бун-бун youtube-друг бабочка и клоуновские номера бабочка как помните олега станет попов когда он собирал солнышко в сумочкой выносил так же это бабочка знаете такое как будто такой эффект редкина она второе дал дыхание вот того времени это было очень круто это было правда очень юрий николаевич она сейчас жива бабочка мне бабочка то нет а может быть что-нибудь про но не бабочку сову тогда что-то про сову я просто хочу чтобы у нас и дима еще взял да вот этот инструмент такой великолепный я обожаю как он на нем играет до да-ра-те-те-те-те супер полутановая гармошка ну на всякий случай у совы глаза большие а у дятела клюв ночью совушка летает дятел долбит тук да тук совушке подойто мышку но а дятлу червячка но сова и где джити все затлам и никогда совы тян Aldi F bicicc chaque в Kaiối frente нужно двигать вечер款 накал а resolve шка ну а дятелワшка на созванник и джити на сказать вам никогда А у щучки острые зубки, у карася нет Шука карася догонит, каращуку бред Шука рыба одиночка, карасю нужна семья Но карась не будет жить и шукой никогда Шука рыба одиночка, карасю нужна семья Но карась не будет жить и шукой никогда А моя миллиона краля, как сова молчит Если в голову, что в бренде, дятлом задолбит Острые зубки вдруг покажет, иль хвостом опять махнет А тебя вдруг в холод бросит, жаром обонесет Острые зубки вдруг покажет, иль хвостом опять махнет А тебя вдруг в холод бросит, жаром обонесет Комар, нет воробей 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 Местные петлы Как бы ля-минорчик Мы б сыграть могли Местные петли О, друг мой Старый друг Как ты, брат? А в окошко, Сереж, представляешь? Узнают и улыбаются Здорово же Вообще нужно вот так было загородить, чтобы им некуда было пройти Больше было бы Вопрос А что случилось с нашей эстрадой? Что были вокальные инструментальные Это была одна культура Музыки, текстов, звучания А потом она исчезла Почему исчезла? И она упростилась Что-то вообще как-то стало другое Упластилась Это же был период попсы Я думаю, что она не только испарилась Потому что, во-первых, ее заменили А что, это как явление? Что это было за явление такое? А второе Кто об этом не знает? А второе, куда оно исчезло? Ну, оно не исчезло Там даже, знаешь, я как-то выступал Сейчас сказал, маленький эпизод Как-то нас пригласили И здесь, в Подмосковье Пригласил один товарищ Такой, очень-очень крутой Большой И заплатил хорошо А потом еще взял Заплатил А как зовут? На букву какое имя? Ну, Кэ, да? Пусть будет Кирилл Катя? Да, ну, Кирилл Катя И, в общем, мы поехали В Московскую область Я не уже не помню А концерт у нас до этого был Театр эстрады еще Это Геннадий Викторович В общем, мы приехали А я говорю, а что за торжество? У нас две машины Таких хороших Он говорит, а день рождения У моего сына? Ну, он уже в возрасте был А сына, сыночку было мало Ну, как мы все Вторая молодость приходит У мужиков Бывает же там 45, 50, 60 лет Почему нет? Но это уже не при женщинах Но не важно И, в общем, мы выступили Ему так понравилось Все хорошо Он говорит, можно мне с вами спеть? Я говорю, да, конечно Он с нами спел И мы опять что-то Выпили туда-сюда Он говорит, ну, ладно Ребята, говорит, такие хорошие Простые Покажу я вам одну вещь И спускает у него свой дом И он спускает нас на лифте Мы заходим в комнату Он нажимает И лифт так Я думаю, вот так останешься И никто тебя Потому что мы Три или четыре шлагбаума проезжали И никто тебя Да и кому ты нужен? Не, ну, моим-то я нужен Вот И он спускает нас И, значит, он говорит Говорит, стойте здесь в центре И он включает свет И мы там прям шарахнулись Потому что пол Стена И потолок был розового цвета И это был не просто Такой потолок А это была вода Там залита вода И рыбы были Розовые Водоросли были Тоже розовые Всякие ракушки Все в розовом цвете Может, это стекло такое Я уже не знаю Мы так Он говорит Ну как? Я говорю Да, конечно Ой, ну как Ум Ну, то есть Мы выпили еще там По полтинечку Как, как? Потняк Он говорит Ну, пойдемте В вторую комнату Мы заходим В точно такая же комната Зеленого цвета А там уже прыгали Маленькие кошечки Какие-то крыски Все-все-все Там в зеленом было цвете Я не шучу И мы так Он говорит Ну, как мы А у меня еще такая Немножко легкая Клаустрофобия Думаю, сейчас обратно На этом лифте Может, еще полтинничка Ну, в общем, мы еще По полтинничку В общем, доехали До этого самого И он говорит Ай Башу мать Пошли в третью комнату Ну, слава Богу Она была не в лифте А в следующем доме Через проход Через подземелье Мы пришли Я таких магазинов На Западе Объездил весь мир же И где только не бывал Я в магазинах таких Ни в Москве Ни в Америке не видел Завалено было Все аппаратурой Ну, аппаратура как? Вот такие вот гитары Там разные Какие гитары у нас есть? Деревянные Деревянные Всякие электрические Барабаны стоял Людвиг Джипсон, Гибсон Барабаны Людвиг Премьер Все фирмы И он так сел Может, со мной Я же был барабанщиком Ну, думаю, конечно А мой друг тоже На бас-гитаре Я взял ритм И он так Давайте Я говорю, какую он Я начну И мы так Он запел Но ловлю я Твой взор И у него слезы Он говорит Я же По натуре Это своя музыкант Бизнес Это все Я же Я ночью Мне снится Я плачу Понимаешь Вы счастливые люди Ты плачешь Я говорю, плачу Отчасти Или там мало заплатили Бывает, знаешь Трясешься ночью Ну, потом встаешь Все нормально Ну, я шучу Что-то надо было говорить же Знаешь Потому что участвовать В беседе Иначе промахнешься И он А я Блин Я же это мое Короче, что подарить Думаю, ничего Что подарить Я хотел попросить Барабанную установку Но думаю Как-то тяжело Струнным у него взяли Я говорю, дайте струну Как-то неудобно Эту гитару Или эту Ну, струну дайте Он нам струну дал Но это было очень давно Вот такая вот встреча была А вокальные инструментальные ансамбли Все Это Я когда увидел Первый раз Толю Алешина Аракс Я был пацаном Ну, он сейчас в Москве работает Знаете, да? Толю Алешину не знает никто? Какие духи ты Миллиард Ну, он вместе с Глызином С Лешей пел Веселых В Араксе Вот и все Вот и все След твой первым снегом Замело Вот и все В октаву там Леша Глызин тогда Толя Алешин Ну, все тогда Веселые ребята Поющие Голубые Добрые молодцы Синяя птица Это же вообще хиты Сейчас таких нет музыкант Нет, они есть молодые Есть, но это совсем другая музыка Я никого не хочу обидеть Но я сейчас Ну, там, включаешь Рэп Это все нормально Ну, вот вы за столом будете петь эти песни? Ну, вот мы раз выпьем там из-за стола Мы же какие? Все равно же мы Мы поем Для меня нет тебя Ну, условно Или там Ой, Мороз Ну, мы не поем эти вещи И не будем петь Ну, тем не менее Культур есть очень способный Белов Беляев Беляев Антон Я считаю Леонид Агутин Ну, это явление Вообще То есть Конечно, есть И музыканты очень сильно есть И Чиж Тоже Игроков Но есть, конечно Как и везде Около большой рыбы Плавают маленькие рыбы Знаете Она берется Разбивает Идет Как Лодка подводная А около нее маленькие Они пригрываются И все хорошо Но, слава нас Богу Сейчас и больших рыб Там все меньше и меньше стало Поэтому Детям приходится Тоже кружиться Но это уже философия А так музыканты Те очень серьезные были Извье Очень серьезные Потому что Большой отбор был Сильный отбор И это очень важно Но и песни были Были хиты Писали композиторы Великие И поэты Поэтому Не знаю Та музыка Она Ну, как бы Не знаю В крови Там Встретила Сера Та-та-ра Не знаю Больше слов У меня мурашки похожи Сразу от этих вещей Как это можно Забыть Время другое И нормально У нас и все меняется История Культура Слава Богу Немножко развернулись Чуть Но тем не менее Все менялось И учеба Меняется И образование Но про это Долго говорить Мне как актер Не об этом Наверное Мы сейчас собрались Но тем не менее Мы говорим о музыке А музыка Она всегда прекрасна Если мы говорим О наших Великих композиторах Великих Как и странных Как мы назвали То это Действительно Они себя что-то представляли И будут представлять И тем не менее Мы эти вещи Будем всегда петь Даже тот же рель Тишина Не пою Не пою Что завтра Будет веселей Я суровый Я суровый Улыбаешься в ответ А я сирень А я сирень Замираю Рядом с мраморной колонной Удивляю Удивляюсь Удивляюсь Почему не убежала Я холодный Я холодный Я холодный Я холодный Улыбаешься в ответ А я пожар А я пожар Я считаю А я Магнит, а я Магнит, а я Магнит И это Роберт Рождественской Можно домик построить, можно домик сломать Можно все перестроить разом, можно подарить все или все продать Можно быть самым быстрым или последним бежать Или на гору забраться первым, или под горой, чтобы всем рассказать Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет Если нет руки твоей в моей руке, там темно, там света нет Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет Если нет руки твоей в моей руке, только здесь ищи отверсти Можно быть самым громким, оторвать всех от дел Или быть самым сильным, ловким И в толпе сказать однажды, что ты преуспел Или с моста ночью прыгнуть, по карнизу пройти Обойти всю планету разом, но себя на той планете так и не найти Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет Если нет руки твоей в моей руке, там темно, там света нет Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет Если нет руки твоей в моей руке, там темно, там темно, там темно, там там Только здесь ищи ответ Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет. Если нет руки твоей в моей руке, там темно, там света нет. Но можно не испытывать себя, если тебя рядом нет. Если нет руки твоей в моей руке, только здесь. Ехал грека через реку Видит грека в реке Рационал грека руку в реку А там наша подводная лодка До свидания Как приходят зрители В театр эстрады Театр эстрады у вас Это Шервинд Александр Анатольевич Как он изменился Нужно прийти Иду я по Невскому Много лет назад И навстречу мне мой друг С которым я начинал Я закончил гитмик Ленинградской государственной Наступ театра музыки и кинематографии Черкасова Ну, сами понимаете Как его зовут? На какую букву? Да пусть уж кэ Кэ? Ну кэ И он идет по Невскому И он раньше был чуть-чуть Немножечко так Что-то играл И вдруг как-то Жизнь перевернулась И он стал Газпромовцем Ну, то есть у него ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, то есть ла-ла-ла-ла, это самоцвет, вы чуть-чуть не попали на другой конце, я шучу, и он идёт, Юра, я говорю, а мы до театра остаётся метров 100-150, я говорю, слушай, я сейчас руковожу театром, приходи, у нас такие, да ты с чего, у меня бизнес, я говорю, ну приди, и вот он, да нет, ну, в общем, телефонами обменялись, не виделись долго, я ему звоню, говорю, слушай, ну приди уже, и он пришёл, и вот к вашему вопросу, он посмотрел все спектакли, я думаю, раз по три, по четыре, каждый спектакль минимум, накрывал актёром, туда-сюда, он просто был в шоке от этого, от нашего не выступления даже больше, а театра, какая у нас атмосфера, билетов до Нового года у нас недостаточно. А, я понял, кто это, Кирилл. Ну да, в общем, вот, и поэтому это очень ежедневно, ну каждый кулик своё болото хвалит, мы сами же понимаете, но тем не менее, молодая, я-то самый, наверное, старичок там, прыгающий, прыгай, прыгай, мячик, и ты уже не маленький мальчик, группа была такая круг, но мы же по-прежнему любим рок-н-ролл. Вот, поэтому все молодые, интересные, все уже звёздочки снимаются в сериалах, и в общем, у всех, как бы, всё, ну для меня это очень здорово, потому что, если учесть, что свою первую машину я взял в Финляндии, Москвич 2140, я её получил за один месяц, так получилось, что мы работали где-то в лесу, халтурили, в финском ресторане, 89-90, боже мой, когда же это было? И в общем, за месяц, за тысячу финских тадамарок я купил Москвич 2140, которому уже было несколько лет, но тем не менее, я тогда из Финляндии приехал на машине, я думаю, тогда из Питера я был первым актёром, кто заработал машину за месяц, я звонил своему отцу, говорю, пап, я купил машину, а отец всю жизнь работал на машину, был крутым начальником, и я помню, он купил комби ВАЗ-2102 жёлтого цвета Жигули, за 5600, как я сейчас помню, Я говорю, пап, а я купил за месяц, и он заплакал в трубку, сынок, да ты что, правда? И он заплакал отчасти, не может быть, это ты что, своим? Я говорю, да, пением, игрой на гитаре, танцами и балабольством, как ты говоришь, ну потому что для всей родни это было тогда ноу-хау, что я пошёл в театральный институт, Хотя я поступил в ГИТИС, Каскар Яглечу Ремезу, было 250 человек, и в этот же год я поступил в ЛГИТМИК, было 260 человек к нам, ну так совпали звёзды, и сегодня я с вами Спасибо Как-то через то ваше выступление сегодня, музыкальное, вербальное, скользит какая-то ностальгия, то по детству, то по юности, то по какой-то почти ещё не зрелой Советскому Союзу, но я не знаю, может быть, у вас что-то в жизни сейчас хорошее происходит? Так это же здорово, что мы вспоминаем детство Это вот очень хороший вопрос, мы же все из детства, но это, знаете, какой вопрос? Лишь бы просто ответить, да мы все из детства Я вспоминаю, как пахла у отца рубашка, понимаете, какой запах? Я однажды еду в машине уже, еду я в машине, и я очень люблю 88, волна, это ретро, и вдруг зазвучала музыка, которую я не слышал со времён, когда я учился в школе Ну там включает иногда старые вещи, и я вдруг вспомнил, именно по этой музыке, как запах, как та собака, я вдруг вспомнил, как отец с мамой танцевали на кухне под эту музыку, представляете, именно под эту песню И остановился, у меня был шок, ну вот, как будто я перенёсся туда, поэтому всё из детства я вспоминаю, и это нормально Нельзя так говорить, ну, конечно, и сегодняшнем днём, и будущее, у нас и спектакли, я и пишу, и папин борщ Это когда у нас была пандемия, я написал детские стихи Ну, я их много написал, и ребята говорят, надо тебе выпустить книжку детских стихов И я взял, выпустил эту книжку, которая у нас, короче говоря, пользуется Это всё из детства, это все стихи из детства, ну, плюс-минус, конечно, какие-то, может быть, интересные, ну, не знаю, какие-то, может быть, какие-то повороты, но тем не менее, это всё правда Это всё, всё, что было, это так оно и есть Коля из Кортамыша не имел он ни шиша Коля ездил в Юргамыш заработать там на шиш Только что можно на шиш, не поешь, не покутишь Если было три шиша, мог бы точно не спеша шикануть в Кортамыше или пять дней в Юргамыше Я скажу вам, кореша, знать ты должен про шиша Если ты имеешь шиш, ты пацан, но ты малыш Коль имеешь два шиша, домик твой шалаш, шиша Если у тебя три шиша, можешь петь ты с кибальчишем У тебя четыре шиша, значит, ты уже на крыше Тише мыши, не шуметь, пять шишей, не шелестеть Всем сидеть, дрожать, бояться, в камышах речных шептаться Если ты поедешь вдруг в Кортамыш, мой милый друг, а оттуда в Юргамыш, ты с собой бери сто шиш Кому читаю, не знают люди, кто такой Юргамыш и Кортамыш Это стариннейшие города, старше, чем Питер Это с татарского, Кортамыш — это домик для пчёл А Юргамыш — домик для мышей И про это мало кто знает, но просто интересно И это и есть города, они действительно такие К нам в окно влетела муха, издевалась и старуха Всё летала и жужжала, как она надоедала То присядет на тарелку, то на хлебницу, на стенку, будто бы дразнила нас Села вдруг на унитаз, крышкой я её накрыл, в унитазе час морил После смыл водой раз пять, приоткрыл, жужжит опять Взял я в руки полотенце и прикрыл на кухне дверцу Стал я муху поджидать, но старушки не видать Вдруг смотрю на вазе, и муха стала лапки мыть Как ударил, всё в осколках Что мне маме говорить? После я разбил тарелку, три стакана и кувшин Муха всё мне дразнила, и я выбился из сил Этим мокрым полотенцем я до вечера махал Выбил я стекло у стенки Папа стенку сделал сам Я намазал стол вареньем, и теперь недолго ждал Села стерва, я ударил Всё, конец, как я устал Это детство Это всё детство, и поэтому А вот это правда Это вот всё правда Папа купил мне в Москве самокат красного цвета И отправил меня за хлебом И когда я вышел, я купил хлеба, я вышел, самоката не было Помню в детстве, был так рад Мне купили самокат Я о нём мечтал давно, даже рисовал его Красным цветом самокат Руль, звонок, колёса, лак Как на солнце он блестел, я отчасти песни пел Все ребята во дворе так завидовали мне Всё просили покататься, я давал Что зазнаваться Все катались и звонили Самокат мой все хвалили Я бежал за самокатом и ура, кричал ребятам К папе вдруг пришли друзья Попросил отец меня, сын, возьми свой самокат Хлеб купи и сервелат Я до булочной метнулся, всё купил и не забыл Вышел, чтоб домой вернуться Самокат и след простыл Это всё как бы правда И это всё из детства Это незабываемо Какое было у меня детство и какая юность Это вообще Ну давайте я ещё одну прочитаю Так просто чуть-чуть Чунгачкук Я любил детстве смотреть фильмы про индейцев Там, ну если вы помните Я постарше Там Чунгачкук большой змей Прерия, Антарио и так далее Гойко митит Чунгачкук Всем индейцам верный друг Он бесстрашный Востя Пачи Защищает всех, кто плачет Прерия ему как дом Каждый куст ему знаком Скачет он на жеребце Держит гриву в кулачке Никого он не боится Как змея Он затаится В метре от него пройдёшь Чунгачкука не найдёшь Томогавку он кидает Со ста метров Попадает он в летящего жука Ловит белку, барсука Вмиг на дерево сберётся С леопардом разберётся Знает крик ночной совы Может там из темноты Он поволчи вдруг завыть Взглядом рысь остановить Даже злая медведица Чунгачкука побоится На тропу войны выходит Соколином взглядом водит Все индейцы за вождём С луком кто, а кто с копьём Впереди, конечно, он С голым торсом Голос гром Бледнолицые ребята Все в сравнении с ним котята Чтобы скальпов не лишиться Спать никто и не ложится Я б в кино на Чунгачкука Каждый день ходил Вот круто Как же нравился он мне Представляю на коне С гойкой митищем скачу И сказать ему хочу Чунгачкук Ты мне как брат Я дружить с тобой рад Разожжём костёр в ночи И споём И помолчим Трубку мира передам Всё, что есть Всё пополам Вот вы мне задали вопрос Я эту книгу Хочу вам подарить Сашенька Да Спасибо Ну, в общем, вот так Поэтому Это только, так скажем Маленькая-маленькая Так пишу Всякие рассказы Для взрослых Эстрадные номера Придумываю Клоунские номера Но это без этого Всё равно нельзя Вот Я Когда встречался Такую вещь Вам рассказать Уж минори До конца Но она такая минорная Такая очень интересная вещь У нас программа была Клубкино путешествие Любимая У отца Мы с ним Утром мы хлопали половики Мама мыла пол И, значит, делали мы пельмени И вот Садились в телевизор Отец был очень сильно занят на работе И мы смотрели телевизор Был Сенкевич Он что-то рассказывал про Корею И вдруг он говорит Что в Корее национальная еда Там едят собак Отец заходит в комнату Я смотрю телевизор Я говорю Папа, в какой Корее едят собак? В северной или в южной? Откуда я это знал? Не знаю Он говорит Ну, в какой поймают В такой едят Я говорю А что у нас не едят? У нас на улице собак полного Мяса в магазинах нет А мы, говорит, собак Не кушаем собак Потому что это наши друзья И, как создавал он эту фразу На пороге появился отец Я это рассказываю То есть появился друг Вася Семахин В люля просто вообще Отца звали Николая Он говорит Коля, посмотри Я собаку купил Люська убьет за 30 рублей Посмотри, что за собака Отец был хохмач Он говорит Ну, посположи щенка Он поставил Говорит Васька Тебе так повезло Это, говорит, шпиц Нация, дельер Булан, чарка, карбельер Это пипец собака Она лося заваливает За кабаном За белкой Она и рыбу ловит Я просто писяц Только, говорит, она проблема Моим хвосты отрубает Потому что если Тебе не отрубишь хвост топором Она никогда не будет твоей Он говорит Да ты что? Да мне никогда Он говорит Ну, есть еще один способ Дед рассказывал Можно два позвоночника От попки отступить И откусить И все будет нормально Она вообще будет твоя Ты, говорит, водка Рот пропалащи Я пока зеленки принесу Он говорит Да ладно, да Ну, поставил полбутылки водки Тот давай в себя Вась Вася Семахин Бум-бум-бум-бум Он уже такой был хороший Мне было лет 10 Ну, он что Отец вышел с зеленкой Он говорит Ну, вот я тебе поздравляю Он зеленочкой смазил Обрубочек этот Вася говорит Николай, я, говорит, хвост проглотил Он говорит Да ты что? Пришла мама на кухню Говорит Ну, что, опять со змеем Боретесь с зеленым? Ну, как это можно забыть? Разве это не детство? Как это можно вообще забыть? Это не забывается Ну, а всем известная книга По которой фильм Похороните меня за плинтусом Я понимаю, что там Немножко другое Но это Посмотрите, как человек помнит Что с ним происходило Так что Мне кажется, это Такое Мы все из детства А я уже был Я уже был Большим-большим-большим-большим Таким мужичком И я все время, когда приезжал Говорю, пап, давай в лес сходим И мы брали палатку И вот в палатке Мы что-то там на берегу озера Ставили палатку Ловили рыбу И Как-то разговаривали Но разговоры у нас были такие Знаете, с отцом Такие Это не пересказать Потому что это надо Это надо записывать Ни с того, ни с сего Он говорил Слушай, Юр, а ты же Боярского-то видел? И я говорю Так как он там? Юр, как он? Понимаете? Если это отец говорит То о чем он там говорит? Мне по сей день Говорит, как твоя жена? Когда я приезжаю Я говорю, какая? У меня их много Ну вот это вот Последние воробей Я говорю, ну не знаю Живет Так что, а вы говорите У нас знаете, какой народ простой? Это вы просто в Москве И в Питере не знаете Знаете-ка у нас какой простой И хороший народ? Верит всему Так здорово Поэтому наш народ Нельзя обманывать Ему нужно рассказывать правду А мы иногда обманываем Но не мы А мы вообще Что происходит по телевизору Мы обманываем А обманывать нельзя Это вот такой момент Вот сказали бы все Вот месяц без вранья Вот было бы вот такой Знаете Закон бы издали бы Месяц И все говорят правду Представляете, что бы было Ну как помните Вот тот фильм Когда звонили телефоны И они говорят Давайте мы не будем телефон убрать А будем узнавать Кто кому звонил Это шикарная история Помните этот французский? Офигенный Наоборот супер Но зато раз И все выяснилось Это же здорово Не надо ничего таить Потому что все равно Когда-то же все скрывается Это здорово Наоборот Мы все Немножко Знаете Как бы Как это Островский говорил Правда хорошо А счастье лучше Не договариваем Но это нормально Нельзя же человеку сказать Что-то там такое Даже если ты думаешь Но ты обидишь Он на всю жизнь Поэтому мы так немножко По волне моей памяти Как Тухманов писал Давид Федорович По волне моей памяти По французской стороне Ну что вам такое рассказать Какую-нибудь Не то что бай Какую-нибудь историю Я говорил Надо было выпить Из песни? А спеть? С удовольствием Давайте Давайте мы сыграем песню Ты не спишь Давай Вспомнишь? Да вспомню Месяц без вранья Сейчас буду вспоминать Ты не спишь Я не сплю Ты молчишь Я молчу Нам недавно было вместе Так тепло Почему же дождь в глазах Виновен кто? Может дождь Может снег Кто бы нам Дал ответ Кто бы нам сказал Кто в этом Виноват Ты права, конечно Как всегда Пусть я не прав Будет ночь Будет день Из камья Где сирень Нас недавно Укрывала От людей Может все Начнем сначала И снова к ней И снова к ней Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Саша Алексин Спасибо, юбилейный! Мы тут недавно, думаю, что через неделю или раз в полторы Сапсан это вообще мое место пребывания Москва-Питер, Питер-Москва Вот я завтра уезжаю с Сапсаном 30-го, 1-го, 2-го спектакля, 3-го декабря опять в Москве 5-го, 6-го Питер, 7-го, 8-го опять Москва И в общем и так Эту песню я написал в Сапсане Юрий Николаевич, у вас, наверное, какие-то скидки уже, если так часто вы ездите Ее никто не слышал, кроме вас Ты имеешь на Сапсан? Да, но какие-то скидки, если постоянно Ну, есть какие-то Ну, разве в этом дело? Помню, как цыганка нагадала мне, что я буду сказочно богат Но мое богатство будет не в суме А в любви, что встречу я в сердцах А в любви, что встречу я в сердцах Я цыганку эту вспоминал всегда И все ждал, когда наступит день Но не шли, бежали месяцы, года А за мной ходила только тень А за мной ходила только тень Но однажды месяц тихо прошептал Тебя ждет дорога дальняя Сколько я прошел, проехал, я не знал Помогала песня добрая Помогала песня добрая Счастье улыбнулось в старом доме то Вдруг увидел я ее глаза Счастье заиграло и зажгло огнем И я понял, что любовь пришла И я понял, что любовь пришла Счастье заиграло и зажгло огнем 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 Главное все, что это же все происходит вживую Никаких же минусовок нет, никаких плюсовок, все живое И самое главное, в два метра и вы это так знаете Это очень здорово, когда вот так все же видно, все слышно, да, Дим? Трем-четырем аккордом Это же все видно И все слышно Счастье заиграло и зажгло огнем Счастье заиграло и зажгло harvesting Всех як усилинке У codes, говорят, верно? Трем-четырем аккордам научусь И в некий пусть негаданный момент Для облегчения сердечных чувств Куплю себе щипковый инструмент Для облегчения сердечных чувств Куплю себе щипковый инструмент Подарит мне басовая струна Неясную надежду на успех Чтоб я к ней прикоснулся Она мне отвечала на разбег Чтоб я к ней прикоснулся Она мне отвечала на разбег Я буду к самому себе жесток В разгаре ночи и в разгуле дня В разгуле дня Пока не станет струнный холодок Звенящую частицею меня Частицею меня Нависну над гитарой, как беда Думаю, что жизнью разумел Может, все же выскажу тогда Все, что сказать словами Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но ловлю я твой взор напрасно Как виденье неуловимо Каждый день ты праху А-а-а, в Аврике горы вот такой высоты А-а-а, в Аврике реки вот такой глубины Москва, звонят колокола Москва, отель купола Ты мне, ты мне сказала одно Вот что я тебе, вот что я тебе, вот что я тебе скажу Откуда жизнь произошла, спросил я лошадь и козла Зачем живу, зачем пою, спросил корову и свинью Когда наступит мой конец, спросил я уток и овец Ответы я храню в уме, кря-кря, хрю-хрю, мол, мяу, не Ответы я храню в уме, кря-кря, хрю-хрю, мол, мяу, не Ответы я храню в уме, кря-кря, хрю-хрю, мол, мяу, не Спасибо Спасибо Да, честно говоря, я как бы так, когда выступаю, вообще никого не обманываю Потому что здесь или нравится, или не нравится, и всё А так всё, как бы всё это чистого и на голубом И, ну не в белых тапочках, извините Так это всё чистого сердца Ну, нас ещё много Ну, давайте мы ещё Спасибо Спасибо Все дороги замело К милой не добраться Снег, снег, снег идёт целую неделю Говорят, что снег пройдёт, только я не верю Снег, снег, снег идёт целую неделю Говорят, что снег пройдёт, только я не верю Хоть на миг бы повидать, милую за сногу Мог на свете всё подать, клянусь перед Богом Жалко нету, жалко нету Жалко нету И собаку пряжки Снег, 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 снег идёт целую неделю Говорят, что снег пройдет Только я не верю Вот вы говорите о детстве А вот это стихотворение помню из первого класса Вот которое я сейчас пою Но это была не песня, а просто стихи Сейчас Снег кружится, снег ложится Снег, снег, снег Рады снегу, звери, птица И, конечно, человек Снег кружится, снег ложится Снег, снег, снег Рады снегу, звери, птица И, конечно, человек Вот помню, представляете? А еще одна фишка, сказать вам какая? Вот я играю в одной тональности И в одном ритме, а говорю в другом Представляете? Снег кружится, снег ложится Снег, снег, снег Спасибо А это, ну, буквально там завтра Послезавтра уже будет зима И я хочу эту песню Как бы в завершение нашей программы Я хочу, чтобы наш Димочка Взял эту свою гармошку И это песня из спектакля Которая называется «Вселенная Островского» Мы несколько взяли пьес И мы взяли несколько пьес И вот эту песню мы исполняем там Там много разных Но вот эта песня звучит в этом спектакле Снег снежок Спит, дружок Звезда горит Нам говорит Ярких снов на засов Печь тепла Ты не одна Новый год к нам придет Тихо войдет Нас он найдет Сядет в углу Скажет нам гул Нас бережет Новенький год Санки, Санька Снеговика Ночь оторвал Заяц бежал Все за ним Все за ним Ох Переполох Ярок был день Через плетень Новый год Не пройдет Тихо войдет Нас он найдет Сядет в углу Скажет нам гул Нас бережет Новенький год Хохот вокруг Встали все в круг Кто проиграл Кто целовал Светит луна Не одна Ярок был день Через плетень Новый год Не пройдет Тихо войдет Нас он найдет Сядет в углу Скажет нам гул Нас бережет Новенький год Новый год Не пройдет Тихо войдет Нас он найдет Сядет в углу Скажет нам гул Нас бережет Новенький год ГИЛДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Вот вы знаете, я смотрю все время фильм «Морозка», и я все время верю в этот фильм. Верю в этого Деда Мороза, верю в этих леших, верю в этих, помните, этих пеньков, которые подлетают. Как я в детстве смотрел, так и сейчас смотрю. Это же кайф. Это же здорово. Мы же верим, Новый год. Мы все время хотим, чтобы что-то произошло сказочное, интересное, чтобы не в подарках даже дело, а вот что-то такое, чтобы было тепло. Вдруг позвонил тебе друг, которого ты не видел много-много лет. Это вообще. Юрий Николаевич, вы все равно подарки ждете? Какие? От К? От К. Искренне. Да. Бывает, иногда готовишься к какому-то празднику, он так проходит, да еще с какими-то заморочками. А бывает так, знаете, спонтанно что-то получается, как сегодня. И я знаю, что у вас это в этот вечер останется. Ну, скажем так, хорошей, добрым сном наяву. Из Сибири наугад, парень ехал. Парень ехал в Ленинград, поезд трое суток вез его. Он хотел актером стать, пацанам всем доказать, взяв гитару только и всего. Парня встретил Ленинград, стал ему как старший брат, руку протянул ему свою. С той минуты навсегда. Питерцем он стал тогда и всегда был предан он ему. Мой Ленинград, Мой город снов, С тобой беседовать готов. Я без тебя дышать и жить я не могу. Ты самый лучший город мой, Мне очень хорошо с тобой. Я колыбельную тебе Свою пою. Но промчались дни года, Жизнь бросала не щадя, Но держал удары парень тот. Был он сторож, дворник был, Лед он по утрам долбил, Всем он говорил, Наступит срок. Он учиться так хотел И в учебе преуспел, Лгит миг стал ему как дом родной. В стужу холод ветер зной Он на курс свой дорогой Отшагал пять лет по маховой. Мой Ленинград, Мой город снов, С тобой беседовать готов. Я без тебя дышать и жить я не могу. Ты самый лучший город мой, Мне очень хорошо с тобой. Я колыбельную тебе Свою пою. Вот у парня юбилей, Снова он в кругу друзей. С ними он объездил целый свет, Он в Европе выступал И в Америке бывал. Всем он говорил, Вы обалдеть! Вспомним наших мастеров, Наших названных отцов И бокал поднимем за любовь. Сколько мы прошли дорог, Да поможет нам всем Бог, Чтоб нам аплодировали вновь. Мой Ленинград, Мой город снов, С тобой беседовать готов. Я без тебя дышать и жить я не могу. Ты самый лучший город мой, Мне очень хорошо с тобой. Я колыбельную тебе Свою поэнку. Мой Ленинград, Мой город снов, С тобой беседовать готов. Я без тебя дышать и жить я не могу. Ты самый лучший город мой, Мне очень хорошо с тобой. Я колыбельную тебе Свою пою. Я колыбельную тебе Свою пою. Я колыбельную тебе Свою пою. Спасибо. Браво. 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 Ой, встал. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok